В этот день, 26 сентября, родились Иван Павлов, первый русский нобелевский лауреат, создатель науки о высшей нервной деятельности и понятия условной рефлексы. Александр Межеров, советский поэт. Современники помнили Александра Межерова прежде всего как поэта-фронтовика. Да, на войне он провел несколько лет под Ленинградом, там его и контузило, после чего Межерова комиссовали. Были в его сборниках и типично идейные стихи, вроде «Баллады коммунисты вперед». И то, что пользовался успехом в самоиздате, вроде строк «Мы под колбином скопом стоим, артиллерия бьет по своим, это наша разведка, наверное, ориентир указала неверно, недолет-перелет, недолет, по своим артиллерия бьет». Межеров на самом деле не ограничивался одной военной темой, он был известен как крупнейший переводчик на русский грузинской лирики. Межеров преподавал на высших литературных курсах, и среди его учеников оказался Евтушенко. Хотя из земной жизни Межеров ушел за границей, с 1890-х годов жил в США, но прах его упокоили на кладбище поэтов в Переделкино. В этот день, 26 сентября 1530 года, была основана столица Чувашии, город Чебоксары. 26 сентября 1609 года началась 20-месячная осада Смоленска польско-литовскими войсками. Это событие стало одним из определяющих в истории Великой Смуты. В 1609 году на Москву пошло крупное войско короля Сигизмунда III без объявления войны. Как считал сам польский король, это было лишнее, он полагал себя претендентом на русский престол. В Кремле тогда хозяином был Василий Шуйский, с весьма шаткими на то правами. Сигизмунд послал несколько депутаций главе смоленского гарнизона Михаилу Шейну. Обещал разные блага, уговаривал к сдаче, ибо сопротивление бессмысленно. В конце концов, польским посланцам воевода Шейн посоветовал эти предложения оставить, иначе их напоят водой Днепра. Намек они поняли. Огромная армия во главе с самим Сигизмундом застряла под Смоленском надолго. Бомбардировка и штурмы не помогли. Шейн за рухнувшими стенами накопал еще один вал. Прошла зима, лето, еще одна зима. Как считают некоторые исследователи, под крепостью разыгралась первая в истории подземная война. В тесных галереях русские и поляки резались, подводили мины, контрмины. Подземную битву смоляне тоже выиграли. Их не сломили и вести из Москвы. Там пала власть Василия Шуйского. Боярская дума потребовала Шейна полякам город сдать. Но он отказался. Когда в июне 1611 года поляки все же ворвались в Смоленск, гарнизон долго и сильно голодал, они устроили страшную резню. Сигизмунд лично приказал пытать взятого в плен Шейна, хотя это противоречило любому кодексу чести, но король жаждал мести. А вот по Руси пошли грамоты с таким текстом. Граждане смоленские стоят ненадушно и непреклонно. Хотят славно и умереть, нежели бесчестно и горько жить. В Смоленске наши братья, православные христиане сидят и великую скорбь и тесноту терпят. Если бы таких крепкостоятельных городов в российском государстве хоть немного было, неповадно было бы входить в нашу землю нашим врагам. Пример Смоленска оказался заразителен. В России начали собирать первое народное ополчение на борьбу с врагом. 26 сентября 1641 года произошло снятие турецкой осады с крепости Азов. Этим окончилось героическое азовское сидение донских и запорожских казаков. Многомесячная оборона от превосходящих османских сил. 26 сентября 1683 года советская система предупреждения о ракетном нападении дала сигнал об атаке со стороны США. Дежурный офицер Станислав Петров верно разобрался в ситуации и не стал поднимать тревоги. 26 сентября 1683 года произошел взрыв ракеты-носителя космического аппарата «Союз Т-10А». Никто не пострадал. В этот осенний день 83 года зафиксирован единственный в истории космонавтики случай, когда спасательная капсула с экипажем сработала прямо на стартовом столе. И тем спасла людей, казалось, от неминуемой гибели. Мы почувствовали, как по ракете прошла сильная волна вибрации, так дрожит стол, когда рядом проходит трамвай. 3-4 секунды, не больше, и все стихло. Так вспоминал космонавт Владимир Титов. Эти мгновения, буквально за минуту до старта, в ракете разорвало топливный насос. Это привело к мгновенному возгоранию, спасательная капсула была отстрелена, а всю ракету охватило пламя. Горело 180 тонн горючего. Спасатели действовали исключительно грамотно. Никто не пострадал. Но грандиозный пожар длился целых 20 часов. 26 сентября 1190 года в Советском Союзе был принят закон о свободе вероисповедания. Таким был Атанин 26 сентября.